Пятый пункт. Он говорит, что большинство вопросов, в которых присутствуют разногласия и разночтения, эти вопросы – они второстепенные, не основные. То есть, когда какие-то обвинения в мой адрес закидывают вплоть до последних оскорблений, то есть люди совсем не понимают, что какой-то вопрос, он не является основополагающим. Я не говорю о том, что… То есть такого рода оскорбление я могу получить в свой адрес только в том случае, если скажу, там, Аллах нам предписал не пять намазов, а шесть, к примеру. То есть это амр-катаи – пять обязательных молитв, там никто не может придумать шестую или сказать четыре. Но есть огромное количество , то есть вопросы, которые не имеют прямого аргумента. Все, здесь могут быть мнения, и мы не имеем права сторонник катаулиного мнения оскорблять, унижать и так далее. Ну, просто не имеем права. Но вы скажете, а почему тогда это происходит? Происходит потому, что народ невежественен в своей серой массе. Им дали какое-то мнение. Вот хадис. О, они видят этот хадис, они даже не понимают, что… И он используется косвенно, а не напрямую. Они этого даже не понимают. Все. О, хадис. Значит, ты там не следуешь хадису. Да нету этой темы, в хадисе нет. Его додумали, эту тему додумали, притащили за уши, притянули. То есть, но люди, большинство людей вот этой серой массы ума не хватает это понять. Вот в итоге мы получаем результаты. То есть то, что второстепенные вопросы, в них могут быть разногласия – это нормально. И то, что люди могут следовать одному из двух мнений, одному из. То есть это абсолютно нормально с точки зрения, то есть во всех научных абхаз и изучениях того или иного вопроса, это абсолютно нормально, что человек берет одно из нескольких мнений. То есть, когда человек считает, что это более правильно, а это менее правильно. Даже когда ты выбираешь одно мнение, это не говорит о том, что все остальные ошиблись. Да нет. . Не говорит о том, что все остальные неправы. Да нет. Ты просто взял одно мнение. . И он здесь говорит очень хорошо. То есть упорное, настойчивое изучение вопросов, в которых есть разногласия. изучение этих вопросов мы постепенно видим правильность . С разных сторон. То есть с разных сторон прорабатывается тот же самый момент, как бы элемент вопроса. Это как сейчас с Новым годом. Я не смотрел этот ролик, мне не раз, ты вот процитировал Ибн Усамин, и вот Ибн Усамин, что сказал о Новом годе. Я могу представить, что он там сказал о Новом годе. Но как у него спросили, знаете? Как Ибн Усамину, любому другому. То есть так масштабно, но сейчас кто в Сауду-Скарае будет, я не знаю, там в Риаде. Пусть посмотрит. Вот новогоднюю ночь, там есть что-то или нет, я не знаю. Мне говорят, что там тоже все очень даже помпезно и празднично, и новогодние, там чуть ли не елки. Я не знаю. Некоторые в комментариях так писали. Насколько я знаю, Дубай вообще конкретно справляет Новый год. Это тоже неважно. Это просто как праздник, там никому не поклоняются. Неважно, как выходной. Но мне даже это все не интересно. Но я знаю, когда мне говорят, вот, посмотри, там, ты эти вещи не знаешь. Да послушай, Господи. Ибн Усамин, и любой другой. Ему говорят, вот смотри, вот кафирская Россия. Так. Вот у них есть Новый год. Так. Они просят у Деда Мороза. Ну, может же так сказать человек? Так и скажет же. Человек, который хочет получить запрет, он скажет, они просят у Деда Мороза. Отправляют ему раса или отправляют ему письма. Так. Это страна анохристианская. Так. Там еще Рождество Христово. У них Рождество. Так. А халяль это или нет? И что? Ибн Усамин, и любой другой скажет, что это халяль? Попросили у Деда Мороза. Христианский праздник. Что там? Ну, там… Он еще добавит о том, что это в свое время там муж реки, ширк делающий, справляли там, йогу наряжали, там что-то там, голову отрубали, еще чего там. Всякие истории много. То есть некоторые мне там отправили. Шамиль, ты вообще не знаешь, что это такое? Это вот такая история у Нового года? Ну, послушайте, я-то совсем о другом говорю. Если это у Ибн Усамина, как у любого другого, даже у меня спросишь, я скажу – это харам. Просить, молиться, поклоняться – харам. Рождество справлять – харам. Но я это совсем о другом говорю. Я говорю – есть новогодние каникулы, новогодние праздники, которые никакого отношения… Вот сегодня, я не знаю, что там было тысячи лет назад, отнимая, какая мне разница, кто там кому голову рубил или какую там елку ставил. Я говорю – сегодня. В этом есть ширк? Да нет никакого. Я не вижу. Я в России всю жизнь живу, но я не вижу, чтобы чего-то там. Я не вижу этого. Ширка? Нету. Рождество? Нет, не справляем. Что еще? У Деда Мороза не просим. Снегурочке не поклоняемся. Это просто, но новогодний, просто обычный государственный праздник. Все. И когда ты вот так Усаймину скажешь, он скажет – халяль. Что тут? Точно никакой. Ни религии нет. Вообще ни с чем это не связано. Просто обычный. У любого государства есть какой-нибудь там, не знаю, государственный праздник. Просто государственный праздник выходной. И что, с чего-то он харамом вдруг станет. Вот, но я не могу понять, почему люди такие простые вещи разделить не могут между собой. Что Усаймин, сказав о том, что это запрещено, или там любой другой, или кто-то еще. Он имеет в виду совсем другое, нежели о чем сказал Шамиль в своем ролике. Вообще другое. Но серая масса. Так и буду говорить. Серая масса. Нечего. Пока не помню. Там даже в ролике специально сказал. Не касается Рождества. В комментариях пишут. Ты завтра Рождество разрешишь. Или ты завтра разрешишь алкоголь. Да при чем тут алкоголь? Это же . Это вещи, которые четко прописаны в Коране. Кто может разрешить алкоголь? Ты вообще что несешь? То есть люди со всем мусульманском богословием не разбираются. С точки зрения изучения вопросов, это всегда было. Это всегда интересно. Мусульманское богословие. Мои там сравнительные всегда для меня было интересно. Потому что разные мнения, они дают разную аргументацию, разные подходы. Там столько нюансов. И он здесь говорит, тем самым раскрываются все муаземульчевания. С разных сторон эта ситуация раскрывается. И мы видим вот это разнообразие. А дальше уже кто-то берет себе это мнение, кто-то берет другое мнение. Да не вопрос абсолютно. Это как один был регион, где меня запрещали. Сейчас мне периодически пишут. У вас в таком регионе и мамы запрещают. Ну зачем запрещать? Вот тоже интересно. Уже один регион, они в конце 90-х на меня запрет поставили. Внесли в список запрещенных. Эту историю рассказывал. Суть. То есть к имаму приходят и говорят. Вот Шамиль сказал вот такой хадис, такой аят. А кто такой Шамиль? Нет, у нас тут свой ислам. Ну нет, ты что, Шамиль нельзя слушать. Нет, послушай, ну Шамиль вот аят, хадис сказал. Нет, вот что тебе имам сказал здесь, то и будешь делать. А вот у нас там в Средней Азии такая-то страна. У нас здесь вот такой ислам. Что за ерунда какая-то? Ну людей надо просвещать, им надо объяснять. Но для этого имамы должны быть просвещены. Имамы должны знать. Есть такое мнение, такое мнение. То есть нельзя быть просто-напросто то, что тебе государство поставило там имамом или муфтем и все. Ты всю жизнь будешь людям одно и то же говорить. Ты же должен развиваться, просвещаться, людям объяснять. Есть разные мнения, разные подходы. Если ты не будешь просвещать, в интернете будут просвещаться от всяких радикалов. Как будто дел больше нечего в Шамиле запрещать. Поэтому изучение вообще мусульманского богословия – очень интересная вещь. Мнение очень интересное. И нет в этом никакого упрека. . Упрек может быть только в . . Или в данном случае тот, кто это говорит. . И тот и другой вариант можно огласовки прочитать. То есть разные мнения, аргументация. Ничего там плохого нет. Ты берешь одно из мнений с учетом понравившейся аргументации. Это абсолютно нормально. А вот порицаемо и заслуживает упрека – это . Это порицаемый фанатизм. Когда человек не видит ничего, кроме как что-то свое. Больше других вариантов он вообще не рассматривает. . И всех остальных считает заблудшими и считает, что все они ошибаются. Вот это проблема. Вот такой вот слепой фанатизм. . 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